Сейчас пациент к нам находится спиной, на левой ноге абсолютно проходимый, слегка суженный сосуд подколенной артерии. А вот на правой ноге, я думаю, что здесь не нужно быть профессионалом, чтобы увидеть полностью перерыв кровотока, полностью закрытый сосуд атеросклеротической бляшкой. Мы будем его открывать. В данном случае, если операция у пациента пройдет успешно, завтра утром он может спокойно идти домой. Этому 80-летнему пациенту с внушительным стажем курильщика еще несколько дней назад вряд ли кто-то из хирургов мог бы дать хоть какие-то гарантии касательно исхода операции. Ему просто повезло, что к тому моменту, когда боли в ногах стали беспокоить даже в состоянии покоя, медицинские технологии дошли до того уровня, который позволяет эффективно чистить сосуды без необходимости установки протезов и сводит к минимуму риск повторных вмешательств. Данный аппарат позволяет существенно улучшить результат вмешательства именно на артериях нижних конечностей. То есть без этого аппарата высока вероятность неудачи операции с помощью обычных баллонов и стентов. И тогда будет вопрос стоять об открытом оперативном лечении, что конкретно у этого пациента уже не самый лучший вариант. Благодаря вращающемуся расширяемому катетеру JetStream для удаления атеросклеротических поражений и тромбов в периферических сосудах фирмы Boston Scientific, которую научно-исследовательский институт имени Джанилидзе успешно опробировал и помог внедрить в различных клиниках страны, значительно расширились возможности лечения сосудистых патологий. В частности, хорошие шансы получили пациенты с сахарным диабетом. При сахарном диабете поражаются сосуды среднего и малого калибра, то есть сосуды, как правило, голени и артерии стопы. Они плохо доступны для больших открытых операций, для шунтирования, для открытой тромбы или атероэктомии. И наш метод внутрисосудистый, эндоваскулярная ревоскуляризация, ангиопластика, он является методом выбора при дистальном типе поражений, то есть при поражении мелких артерий. Фрагментирует специальными лезвиями, суживающие и закрывающие просвет сосуда от ароматозной массы, фрагментирует, а потом методом аспирации удаляет из просвета сосуда. В Нягонской окружной больнице на артериях нижних конечностей проводится до 60 вмешательств в год. Большинство из них малотравматичным способом, но ряд пациентов снова возвращается на операционный стол. Поэтому специалисты сердечно-сосудистого и рентген-хирургического отделений возлагают большие надежды на инновационный аппарат, который больница теперь имеет в своем арсенале благодаря государственно-частному партнерству.